но мы продолжаем нашу поездку я сам уже здесь впервые тоже меня все это удивило ну а дальше все вот так вот пригород есть пригород здесь бы как изменений нету ну такое ощущение ну где центры подъезжаешь там сразу видно магазинов много ну вот как прямо сейчас можно видеть это вот арбузы продают тоже тогда они еще были по моему более 3000 сейчас уже меньше 3000 сейчас продают арбузы дыньки немножко дорогие по 5000 но это опять же не базар но можно конечно почтучно договориться в пределах 20000 дынька такая средняя можно купить арбуз где-то в пределах десяти-пятнадцати тысяч также очень много нектарин пошло лысого персика прошлом году был дефицит так как морозы ударил ну а в этом году урожай очень хороший ну в основном все хорошо никаких проблем нету вот видите здесь 2500 хлеб написано лепешки ну мы как раз сюда и заедем вроде он говорил что это халаба называется что ли победа что-то такое райончик ну человек который я сюда вез ну а мы как раз посмотрим как люди живут за городом в принципе вот если так посмотреть вот так же выглядели восьмидесятых годах вот если проезжать вот там тот же хондомер вот эти пешкарагач вот так же выглядели примерно вот так видите здесь тоже уже есть новые дома а вот если на старый посмотреть вот примерно так выглядели участки частный сектор в ташкенте берлик там пешкарагач ну а сейчас вот начали вам показывал как выглядит эти районы конечно изменение на лицо вот здесь тоже вот строят уже по-новому спать какой огромный домино так что здесь тоже наверно будет все дорого я даже не знаю сколько сейчас стоит думаю тоже все дорожает конечно если город процветает если работа есть то конечно люди не будут уезжать вот стараться здесь оставаться что сейчас делают в основном ну не все конечно очень многие хотят очень многие хотят уехать на запад америка там ту сторону не знаю почему недавно смотрел один ролик тоже ташкентский блогер снял вот как люди ездят попадает в америку через через мексику какой-то путь есть но это очень очень опасный общая посмотрел удивился не стоит этого не стоит если здесь сейчас здесь тоже очень много сейчас людей кто очень сильно поднялся это заметно вот по образу жизни по вот даже вот автомобиль если заметьте очень много премиум класса автомобилей китайские права но не то что это не бою на нем не маленькие деньги также много премиум класса есть и западные автомобили такие как бмв мерседесы тоже ну а мы сейчас выехали опять на главную дорогу и поедем в сторону ташкента опять метро беруни ну уже обратную сторону и далее наша поездка будет немножко по городу с городок поедем в сторону гума самаркан тарваза актепе фархадская такая поездка но это все будет во второй части ну а мы продолжаем нашу поездку ну немножко расскажу как я живу нормально можно сказать что мои ожидания оправдались мои расчеты тоже оправдались я я и рассчитывал что если сюда приеду подрабатывая такси плюс мой пассивный доход от форекс я смогу здесь нормально жить и все это мои ожидания оправдались мои расчеты тоже оправдались я примерно так рассчитывал что день можно будет 15-20 долларов зарабатывать работает водителем ну если все это в месяц даже не 30 дней но тот с выходными искать в неделю если по 20 делать то получается где-то 400 долларов в месяц это чистыми да ну где-то так и выходит можно вот но это было до того как я сейчас переехал то что теперь у меня 400 долларов надо платить только за аренду но думаю что справлюсь так как у меня еще есть дополнительный заработок пассивный доход который меня очень сильно выручает вообще планировал конечно пассивный доход поднять до уровня 400 500 долларов в месяц но не получилось в связи с пандемией плюс это корона операцию мне сделали на сердце в общем подкосило все это но в любом случае я рад что переехал вовремя переезд это тоже сказать такой процесс нелегкий сложный особенно из-за границы когда там все нажитое просто оставляешь или за бесценок отдаешь и здесь все заново начинать плюс еще в том что тяжело это возраста в таком возрасте мы в 58 лет сюда переехали сейчас уже 59 в таком возрасте тоже переезжать ну это вдвойне наверное сложно но еще потенциал есть силы есть скажем так оптимистично настроен этот рынок недвижимости он понемножку растет вот с прошлого года очень сильно цены поднялись и на недвижимости и на аренду тоже ну видать этот процесс будет продолжаться не знаем посмотрим все таки строят очень много не все продается ну не продается конечно в центре там очень дорогие жилые дома ну вот эти новостройки ну а вот в спальных районах все равно цены поднимаются поднимаются понемножку поднимаются посмотрим как будет вот сегодня вышла статья вот на этой неделе что рынок немножко как бы сказать не упал продажи упали а цены нет цены немножко поднялись но уже не так покупает как раньше если это будет продолжаться может цены устаканятся можете и пойдут вниз будем смотреть наблюдать за этим процессом ну мы вот опять в районе нового ташми справа это полный ряд аптек мне как-то один зритель подписчик спрашивал там улицу покажите где аптеки вот это наверное он имел ввиду вот она все-все аптеки здесь вот он улица фараби вот такие вот дела будем надеяться работать зарабатывать ну то что мире творится это все влияет конечно на рынок форекс но ничего стараемся именно вот за эти год наоборот у меня может сказать прибыль увеличилась ну потому что я немножко скажем так риски поднял не сильно в пределах разумного потому что есть можно было бы сейчас и в пять раз скажем так больше заработать и в десять раз и по истории если как я торгую посмотреть можем услышать я бы заработал но есть психологическая сторона это влияет все-таки волнение все это на сердце поэтому после операции на сердце я рисковать не хочу риски уменьшил поэтому торгую так скажем так не сильно рискую агрессивная торговля у меня не присутствует в общем я не тороплюсь наслаждаемся жизнью ташкент красивый он процветает еще очень много районов где я не бывал обязательно буду смотрите какой красивый магазин справа тут улица фарабей уже ближе к городу ну вот этот поворот в сторону массив олимпии ну а мы сейчас подъедем к корзинке и оттуда уже вернемся сюда и поедем в сторону вуз городок ну еще сейчас очень много стали штрафы выписывать вот эти все видеофиксации видеокамеры работают их сейчас ставят по всем улицам и очень много людей возмущается что штрафов много ну надо ездить по правилам сложно но нужно поэтому они вот эти все разметки на дорогах сделали чтоб вот эти полоски преривистые и сплошные когда сплошные приезжаешь они фиксируют и присылают штраф ну а мы сейчас в районе метро беру не это здесь бывшие спорткомплекс юбилейный сейчас его помышь здесь тоже красиво сделали перекресток но асфальт еще не положили по моему ну а мы вот сейчас подъедем к этой корзинке здесь вот тоже флагшток такой поставили сейчас уже много по городу вот эта корзинка тоже очень популярный магазин стал супермаркет цены немного выше но всегда можно все что нужно купить продукты тоже хорошие люди уже привыкли сейчас уже многолюдно стало в корзинке вот здесь сейчас у нас есть хавас и макро не так многолюдно еще есть бараке такой тоже сеть магазинов ну тоже вот ну как я заметил не очень популярно хотя может где-то и популярно вот где я проживал где проходил нет в основном все корзинки вот корзинки постоянно полный ну опять же я же не везде был так что это чисто субъективное мнение ну вот люди видите облагораживают работники коммунальные службы здесь вот тоже и смотрите дома 4 тоже я даже не знаю как это район называется сейчас здесь вот сейчас мы как раз направо поем где-то там олимпия массив олимпия где-то вот в конце этой дороги по моему может я ошибаюсь ну налево это уже медгородок тоже я приезжал туда поэтому а как здесь все это называется я даже не знаю ну а мы сейчас выйдем на улицу Камарнисо называется где-то здесь вот справа была олимпия по-моему или слева а не окас прямо олимпия вот за перекрытием прямо это олимпия окас массив олимпия на лице влево уже медгородок ну а мы в сторону в узгородок едем сейчас доедем до перекрестка то улица Талабалар налево Чимбай налево Чимбай ну а мы направо в сторону медгородок поедем в узгородок и в узгородок извиняюсь но мы не доедем мы поедем налево в сторону глазной клиники республиканской и по этой улице выйдем на бывший кинотеатр Нукус Софийская поедем поедем Чигатай опять на улицу Фараби выйдем ну а дальше мы уже поедем через ц26 и уже в сторону гума поедем поедем в в в в в в в в так то вот по в угу Продолжение следует...